Самым красивым, милым и любимым посвящается. В Первомайском районе хороший повод для встречи жительниц с главой администрации. Сказать спасибо за детей и вручить государственные награды в канун Рождества отмечает Виталий Власевич для него особая честь. Ведь в зале те, кто искренне заслуживают похвалы и оваций. А эмоции, конечно, самые положительные, самые, скажем так, лучшие. Мало того, что у нас сейчас идут новогодние праздники и мне выпала честь не только вручить эти высокие награды, но также увидеться с нашими мамами, поздравить их и с Новым годом, и с Рождеством Христовым, пожелать всего самого наилучшего, а главное увидеть их счастливые, радостные и очень веселые глаза. Да, действительно, подобные мероприятия в Первомайском районе города Бабуиска – это не новость. И мне очень, скажем так, радостно, для меня это большая честь, вручать подобные высокие награды нашим, повторюсь, самым любимым, самым красивым, обаятельным и привлекательным мамам. Орден матери, свидетельства и цветы из-за ругловой администрации получают сразу 13 милых дам. Это домохозяйки, молодые мамы, спортсменки, работницы городских предприятий и организаций. Самым большим количеством деток может похвастаться Татьяна Лукьяненко. Их в семействе аж девять. Ордена матери, напомним, награждают женщин, которые родили и воспитали пять и более детей. На работе Инна Рудько – сборщик покрышек. Трудится на Белшине, а дома – любящая мама пятерых ребятишек, двух сыновей и трех дочек. Самые старшие – 13, младшие – 4. Приглашение на торжественную церемонию, отмечает Бабрученко, для нее было неожиданным. Мне было приятно. Для меня это хорошая новость в этом году. Долго ждала ее и дождалась. Вы когда-нибудь вообще думали, что у вас будет многодетная семья? Нет, никогда вообще. Если бы мне сказали, что у меня будет пять детей, я бы никогда не поверила. Нет. Во все кружки, во все школы музыкальные ходят и везде бесплатно. Ну, везде многодетные. Вот у меня сын ходит музыкальную, нигде не платим. Ну, как бы везде кружки бесплатно нам. Живет счастливое семейство в многоэтажке на седьмом. Квадратные метры, а это две квартиры, двух- и однокомнатные, получили бесплатно с господдержкой. Сейчас там вовсю идет ремонт. Еще немного, признается многодетная мама, и дома станет гораздо уютней. Среди других преференций и бесплатные обеды для детей. А это неплохое подспорье для большой семьи. Тебе вообще нравится жить в многодетной семье? Конечно. А чем? Хоть не скучно. Можно погулять с кем-то, весело. Помогаешь по дому маме чем-нибудь? И чем? Да, помогаю. Посуду мою, там вот это, столы протираю, подметаю, полосушу. К слову, седьмой микрорайон, как никакой другой, славится многодетными. И это неудивительно. Именно здесь активно строится жилье и создаются максимальные условия для жизни. К новому саду, что открылся прямо около дома Рудьков, в скором времени прибавится еще одно дошкольное учреждение и 35-я школа. Всего же на территории Первомайского района проживают 1342 многодетные семьи. В Бобруйске их свыше двух тысяч. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.